всем добрый день вы на канале вязание от ангелина и зимок сегодня у меня такой старый мотивчик который все знают а может быть и нет вот такая красота бабушкин квадрат сегодня хочу показать как его вязать я уверена знают многие но также я уверена что каждый приходит новички которые вязать не умеют им тоже это интересно покажу как вяжется такой простой квадрат и как он соединяется между собой вот такой мотивчик смотрим и вяжем у меня вот такой квадратик так называемых бабушкин квадрат многие любят многие не любят кто-то не понимает совсем я люблю бабушки на квадрата еще обожаю и предлагаю сегодня вспомнить я знаю что многие знают как вязать а ведь очень много людей которые приходят каждый день вязания новичков и они не знают как это вяжется быстренько покажу вспомним азы а потом покажу как соединять и что я с этого придумала сделать навязать вяжем 1 2 3 4 5 6 воздушных петель замыкаем в кольцо и в кольцо надо на провязать 1 2 3 4 группы из 3 столбиков с одним накидом и воздушные петли между ними раз-два-три точно в круг провязываем столбики с одним накидом 3 столбика 3 воздушные петли 3 столбика 3 воздушные петли всего четыре раза довязываем 1 2 3 4 группы по 3 столбика и между ними три воздушные петли присоединяемся в самый первый столбик переходными столбиками переходим арочку арочку вот две петли в этом моменте я меняю ниточку каким образом протягиваю в 2 держу хорошо пальцами чтобы 123 воздушные петли теперь смыть синюю ниточку подтягиваем убираем в сторону а вот красный хвостик который у меня есть провязываем наш квадратик немножко поменяем три столбика но не три воздушные петли а 2 то есть теперь уголочек квадрата мы будем вязать с двумя воздушными петельками ниточку красную мы держим не отрезаем она нам еще потом нужно будет и под чтобы потом не заправлять кончики сразу ведем ее за собой вот она у нас провязали уголочек точно такой же уголочек вяжем следующем следующие арочки заправляя красную ниточку все время и провязывая вместе чтобы потом не заправлять кончики не люблю я думаю все это не любят 1 2 2 воздушные петельки второй ряд нашего вязания он вот такой простой мы вяжем просто уголочки три столбика две воздушные петли три столбика между ними я воздушные петли не делаю и так хватает ажура и опять и также мы провязываем еще два уголочка обвязали 1 2 3 4 квадрата 4 уголочки у нас вот такой квадрат уже складывается 3 столбика последние соединяем точно так же как мы синий цвет присоединяли и переходными столбиками двигаемся арочку из воздушных петель две петли оставляем и добавляем третий цвет черный цветовое решение у всех может быть разное у меня на такое вот 123 подтягиваем красную нитку оставляем ее не трогаем только черную берем и провязываем что потом не прятать ниточки 1 2 2 воздушные петли и еще то есть мы с вами вяжем уголок и добавляем еще вязание добавляем еще вязание между между тремя столбиками связывая черную ниточку в узор то есть ряд у нас с вами растет он растет вот таким образом вязание квадрата достаточно простое мы провязываем уголочек всегда и провязываем между в следующем ряду три столбика там где у нас есть такие вот арочки уголочки всегда провязываем одинаково три столбика две воздушные петельки три столбика можно вязать в один цвет у меня такая вот задумка такая идея следующем видео мастер-классе покажу обвязываем все стороны нашего квадрата и между группами из 3 столбиков вяжем новый 3 столбика такая сторона все стороны должны получиться вот таким образом уголочек еще добавочный 3 столбика довязываем наш очередной рядок всегда присоединяемся в самый первый столбик и переходим арочку чтобы начать новый цвет и новый ряд у меня по факту будет синий цвет я просто подтягиваю ту нитку которая у меня вот она здесь и провязываю 1 2 3 теперь моя задача черный цвет провязать вместе почему потому что его я потом буду отрезать и мне важно чтобы ниточки не торчали я начинаю вязание всегда с уголочка провязываю столбика две воздушные петли и три столбика подтягивая черную ниточку вот она у меня красную я не трогал не она еще нужна будет а черную я постоянно заправляю в вязание чтобы потом отрезать и не заправлять кончики на таком этапе я черную ниточку отрезаю она мне не нужно уже будет все отрезали она нам не мешается мы обвязываем дальше в этом ряду у нас получилось добавочных три столбика раз и два то есть в тех промежутках которые мы вяжем и добавляются свободное пространство мы провязываем два три столбика следующем ряду уже их будет три раз два три и так далее у меня квадрат состоит из раз два три четыре пять рядов вот пять рядов а потом я буду соединять квадратики между собой пока довязываем потому что принципу наш квадрат вяжется все легко и просто красная ниточка вот она мне еще и нужна будь я не отрезаю я провязываю третий ряд смыть и заправляю ниточку предыдущего ряда синюю 1 2 2 мотивчика и отрезаю синего цвета она мне больше не нужно и смотрите что получается вот такой ровный изнаночный ряд то есть не так у нас нет заправлять нам ничего не нужно мы просто напросто вяжем получаем удовольствие довязываем последний ряд и покажу как я их соединяю допустим вы решили я хочу показать на красном цвете как есть как можно соединить большие маленькие квадраты самое главное чтобы количество столбиков рядов было одинаковое для того чтобы было удобно соединять провязали допустим одну сторону неважно сколько рядов вы будете вязать можно вот таким образом уголочек 2 воздушные петли мы берем наш мотивчик и соединяем в уголочек притягиваем вяжем те же 2 воздушные петли возвращаемся свой уголочек его довязываем того мотива который мы сейчас с вами вяжем который ближе к нам провязали одну воздушную петлю сделали возвращаемся к мотиву которую у нас уже провязаны вот между столбиками вводим крючок нашу одну петлю добавляем еще одну и провязываем следующие три столбика делаем одну воздушную петлю возвращаемся к тому мотиву который у нас вот есть одну воздушную петлю делаем возвращаемся к своему мотиву и провязываем 3 столбика 1 2 3 конечно будут моменты когда нужно будет ниточку отрезать не всегда можно прямо все вязать идеально безотрывно соединить допустим между рядами но как соединяются мотивы в данном случае я вам показываю то есть мы провязываем первую линию соединения воздушную петлю сделали и идем столбики в столбик то есть вот таким образом у нас получается соединение здесь одна сторона столбиков и здесь вот вот такое соединение воздушную петельку сделали уголочек наш уголочек провязываем первую группу из трех столбиков две воздушные петельки потому что это уголочек уголочек первого мотива протягиваем две петельки две воздушные петельки вяжем и возвращаемся к довязыванию уголочка такое соединение их конечно много я предлагаю вот такое довязываем наш мотив до конца и одна сторона у нас уже присоединенная с одной стороны обвязали второй мотивчик и допустим нам нужно соединить вот здесь сюда еще мы вяжем две воздушные петли разворачиваем вязание а здесь подставляем новый мотивчик и точно также присоединяем как вот здесь ты воздушные петли тут уже мотивчик у вас связано и вяжем дальше вот такая красота получается кто-то любит кто-то не любит я обожаю бабушкины квадраты предлагаю попробовать себя в этом вязание связать пару мотивчиков посмотреть как вам это нравится а что у меня получится из мотивов смотрим в следующем видео мастер-классе где я подробнее покажу соединение других сторон снизу сверху